Сегодня три вопроса к Райману Калилайду. Состоится ли коалиция? На самом деле это такая некая иллюзия, что еще будет какая-то голосование. Мы же все видели, что уже создана эта коалиция, есть договор, на нем стоят подписи всех депутатов, парламента и так далее. То есть фактически у нас уже эта коалиция, она уже существует, она действует и она уже голосовала за своего кандидата на пост спикера парламента. Но да, где-нибудь через несколько недель еще будет чисто формальность, дадут полномочия Юрию Ратовцу на сформирование правительства и он тогда возьмет все свои министры как уточки и идет к президенту, как у тебя, как у тебя-то идет к президенту и тогда можно так сказать, что официально тоже это правительство начинает работать. Есть ли цели на выборах в местное самоуправление? Пока об этом рано говорить, потому что в первую очередь вопрос в том, получаются ли вот эти выборы в Европарламенте. Почему это очень важно? Потому что очень важно, чтобы в этой правительстве была эффективная позиция. И конечно, как один депутат из 101 депутатов в нашем парламенте, я тоже могу много делать. Но как депутат европейского парламента, у тебя больше просто полномочий, у тебя есть возможность создать свою команду, у тебя свой офис и так далее. То есть ты можешь значительно эффективнее быть политикой. И поэтому вот мне кажется очень важно, чтобы я как-то старался все-таки и сделал все, что возможно, чтобы люди понимали, что таким образом голосуй за меня, они могут мне помогать и что это не только помогают решать вопросы на европейском уровне, но и у нас здесь, дома. Как оцениваешь свои шансы и кто твои главные конкуренты? Понятно объяснить. У Эстонии есть 7 мандатов в Европарламенте, 7 депутатов. Я думаю, что на этих выборах реформистская партия точно в главе Санзипов они берут 3. Я думаю, у Экры, насколько у них сейчас такой вот полный, ну, они очень-очень сильные, получили только что места в правительстве и так далее. О них постоянно говорят, они берут 2. Останется только 2 мандата еще. У нас есть очень популярная Марина Калюранг, за которую, я думаю, многие люди голосуют, потому что она была популярна кандидатом на пост президента, но не получила это место. То есть я бы называл это компенсационный мандат на президентских выборах, которые получает Марина Калюранг. И останется одно свободное место. И на него, в принципе, 3 кандидата. Генерал Террас, Яна Том и я. И вот мне кажется так, что если Террас пройдет, скорее всего, он соберет место Секра. То есть это тогда получается я или Яна Том. И вот это вопросы к, в том числе, избирателям, тем, которые раньше голосовали за центристов. Они в одной ночью ситуации, когда их голоса принимали и использовали для создания правительства с такой радикальной правой силой, они готовы заголосовать за центристов или они ищут каких-то альтернатив? Константин Григоренко специально для Трибуны ТВ.